Здравствуйте, уважаемые зрители! Говорит и показывает Ярославль. Добро пожаловать на четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между Ярославским и Локомотивом. Луковский и ставил клюшку, привлекая внимание партнера, но Герман не рискнул чертить эту диагональ. Шайба на пятаке, это ворота, Локомотив открывает счет. Это первая шайба в этой серии, заброшенная в первом периоде. Да, это Лихачев, ответил, что это первая его игра. Да, в основном застали в плане, что одевался он уже тринадцатым, а сегодня он попал в заявку в этих четыре тройки. И как раз вот кого от кого мы и могли ждать. Вот я почему-то думал, что он забьет такого вот игрока, как вот Лихачев. Ну что же, как такового стартового штурма, по крайней мере, на первых минутах не было. Но затем начали ярославцы выигрывать и на порт, что действительно завладели инициативой. И здесь простреливал Тисанов и не здорово Лихачев. Переправил шайбу ворота верхом и от шлема, по-моему, наводного. Но того подстраховал Елесин. А Гребенкин вот тебе шайбу подобрал. И подключается Минулин на все деньги. Атака тащит на пятак и копают магнитогорцы. Там уже клюшкой, как топором палач действовал Каюмов. И теперь горячие объятия. Даже борьба на найских мальчиков тут периодически у нас возникает. Но не более того. И Исаев самый спокойный. Эти дела вратаря не касаются вообще. Там Каюмов с Гребенкиным. Каюмов завалил двоим даже и переглазовая Гребенкина. Перетачивает бросок Силантьева с острейшего угла. Шайба в цель не попадает. Но атака продолжается и все-таки гол. Все-таки гол Денис Зернов. Лучший снайпер этого розыгрыша Кубка Гагарина. Как нам Максим Афиноген говорил, с метра легко. Здесь с 10 сантиметров было очень нелегко. Все к этому шло. Магнитогорск просто не выпускал ярославцев из зоны. Это просто штурм ворот Исаева. Ну и тут уже на фоне усталости и на фоне просто потери концентрации ярославцы допустили эти ошибки, которые и позволили Магнитогорцам с лавнами сравнять. Да. И как же опять не повезло здесь ярославцев. Раз, рикошет. Два, рикошет. Слушай, но с другой стороны Еременко и рассчитывал на это. А это удаление у Ярославля за подножку. Аверин отправится в две минуты. Такого большинства-то, ну, Магнитки вообще не видели по ходу этой серии. А сейчас гол! Гол! Это Вовченко, который приехал в Ярославль за Кубком. Говорит, ну, ребят, я свое забил. Ну, опять же говорю, что назревала эта шайба. Сколько моментов создали только в этом большинстве магнитогорцы. Великолепная передача на Вовченко, и он все-таки прошивает Исаева. Но, повторюсь, это было лучшее большинство магнитки в этой серии. Да, но опасность была постоянно. Два выигранных сбрасывания, хороший контроль, моменты, броски. И в конце концов шайба заходит. 8 минут 50. Люк это сбрасывание не выиграл. Ярно обыгрывать Искаюмовым и здесь. Может и выиграть этот забег. Ханцеров, он протыкает шайбу и влетает в ворота, но не шайба. А Канцеров. Да, и повреждение еще получил, пытаясь забросить. До конца боролся. И ведь проткнул он эту шайбу в сторону ворот. Но не зашла она в сетку. Да нет, все в порядке. Если ворот вбинает, то все хорошо. Ну так, приятного мало на полной скорости в ворота влететь. Но с другой стороны в сетку. А там посередине стойка-то она жесткая. Да, там есть небольшое смягчение. Но, тем не менее, удар-то пришелся в эту центральную. Шайба на синей линии. Березкин в кучу отбивает Юра в угол площадки. Шайба выброшена. И звучит сирена. Магнитогорский Металлург в третий раз в своей истории завоевывает кубок Гагарина. Восемь лет спустя магнитка-чемпион. Я таких эмоций не видел. Мне кажется, ни одной команды. Как же счастливы игроки Металлурга. Просто, ну они заслужили. Ну просто красавцы. Ну кто мог подумать, что Металлург в 4-0 в финале вынесет локомотив и покажет такую яркую игру. Ну действительно, одно удовольствие наблюдать за Магнитогорцами.